Идея нарисовать портрет Юрия Гагарина у Алексея Бусарова родилась внезапно. Хотелось поздравить друзей, вот только сделать это необычно. Даже написать на снегу стандартные слова поздравления казалось банальностью. Но стоило друзьям-геодезистам собраться вместе, как идея появилась сама. Большой портрет Юрия Гагарина. И началась подготовка. Вначале требовалось найти эскиз, потом перевести его в географические координаты. С помощью спутникового оборудования были намечены опорные точки и линии. И уже после этого началась рутинная работа по, так сказать, рисованию на снегу. Попытку сотворить портрет можно смело назвать через тернии к звездам. Получился рисунок не с первого раза. Опыта у людей не было, да и посоветоваться было не с кем. Как оказалось, на первоначально выбранном месте снега было мало. Когда подоспели люди с квадрокоптером, он уже подтаял, и портрет было тяжело различить. Второй раз мы вышли на поле, уже на озеро. Был такой сильный ветер, что следы наши буквально за нами заметались, и изображений просто опять-таки не получилось. И вот в третий раз мы на велье рисовали. Была пасмурная погода. Картинка нас тоже не устроила. Была вялая такая, не очень внятная. Ну и вот в четвертый раз мы только вот получились у нас достаточно хорошая погода. Солнечная, маловетренная. Квадрокоптер поднялся высоко. Получилась очень красивая картинка. После первого портрета космическую тему решили сохранить. Следующим рисунком стал космонавт Алексей Леонов. И геодезисты решили усложнить себе задачу. Что с нами связались ребята, которые сказали, у нас есть связь с ребятами СМКС, давайте сфотографируем вашу картинку из космоса. Ну, по ряду технических условий СМКС не получилось сфотографировать, но Роскосмос нам помог, и они с одного из спутников сделали фотографию наших следов на снегу. В принципе, картинка получилась адекватной и понятной. Рисовать портреты регулярно не получалось. Это простое хобби, которым занимаются, когда есть время. Алексей говорит, что не ожидал появления такого ажиотажа после обычных, по его словам, портретов. Через какое-то время с ними связались фанаты певицы Земфиры и попросили помочь поздравить ее с днем рождения. Алексей рассказал, что мероприятие было очень интересным. Портрет рисовали летом на футбольном поле, а красками стали люди с зонтиками. Нам просто нравится наша работа, и поэтому мы хотим отобразить все грани вот этой работы. Не просто то, что требует снипы, нормативы, заказчик техзадания, но что-то вот такое вот для себя, для души. Название для своего творчества компания друзей выбрала не сразу. Предлагалась и спутниковый рисунок, и компьютерная живопись. Но остановились на самом лучшем – спутниковая графика. И названия, и творения стали уникальными в своем роде. Алексей рассказал, что у них есть несколько идей для будущих рисунков, но раскрывать всех тайн он не стал. Поэтому остается только ждать, когда мы вновь увидим необычные космические творения под названием «Спутниковая графика». Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».